Я часто получаю комментарий в свой адрес, что я переехал в Америку, чтобы попробовать клубнику. То есть эти люди, которые так сильно топят за Россию, на полном серьезе утверждают, что инженер в России настолько мало получал, что не мог себе за всю свою жизнь позволить клубнику. Вот хейтеры, кто вот это вот пишет, то есть они же пытаются продвинуть Россию, уровень жизни в России, да? И они же мне пишут, Вася, ну ты же, наверное, просто не мог себе позволить еду, и ты переехал, чтобы клубнику попробовать, посмотри на свои голодные глаза. То есть люди, которые пытаются как-то продвигать Россию, они на полном серьезе утверждают, что я как инженер в России не мог себе ничего позволить, и даже клубнику. А на какие шиши я тогда переехал, извините? Вон аж сорока возмущается на улице, слышите? Как-то вот несвязочка получается. Люди, которые так сильно пытаются возвысить уровень жизни в России, и рассказывают, как они там хорошо живут, и мне тут же пишут, ну у тебя же просто была зарплата такая, что ты не мог себе позволить клубнику, да? Это что за палево такое, а? Вы или крестик снимите, или юбочку подлинща оденьте. К вечеру уже заговариваюсь. Весь день общаешься на английском, и все уже заплитык языкается к вечеру. Знаете, как мне много таких комментариев? Вася, ты, наверное, переехал, чтобы попробовать арбуз, да? Потому что ты, наверное, в России не мог себе позволить арбуз. А переехал я сюда, наверное, на лошади, да? Нет слов. Редактор субтитров А.Семкин